Сколько должен получать депутат, чтобы снизить риск коррупции, вот на ваш взгляд? Не знаю. Мне тяжело сказать. Я, наверное, не среднестатистический депутат. Я достаточно обеспеченный человек. Я подавал декларацию, каждый, кто хочет, может ее посмотреть. Мне на жизнь хватает, моей семье точно хватает. И у меня есть финансовая подушка, я об этом тоже открыто говорю, которая мне позволяет нормально существовать даже при зарплате. Зарплата какая у спикера? А 38, максимум 41 я получал в зависимости от... Но это смешно. Смотрите, это... Как вам сказать, это смешно? Это смешно, наверное, с точки зрения зарплаты спикера. Но когда мы с вами посмотрим на среднюю пенсию, то это вообще не смешно. То есть, если мы с вами говорим о повышении заработных плат для чиновников, наверное, их стоило бы все-таки привязывать к росту заработных плат населения. Потому что, когда мы сравниваем зарплату спикера, главы Верховной Рады Украины со своими коллегами, то это полторы тысячи долларов, например. И в Европе это 30, 20, до 50 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь. Зарплата. Да, если я не ошибаюсь. Просто, чтобы я тоже не вел заблуждения телезрителей. То, конечно же, это разрыв колоссальный. Но когда мы берем... Вот вчера был Международный день людей с инвалидностью. И я поднимался на выставку, смотрел то, что они делают своими руками. Есть вещи феноменальные просто. Когда из яичной скорпы она мягко становится. И когда они говорят, какая у них пенсия, то заикаться о том, что давайте повысим мне зарплату, у меня язык не признается. Дмитрий, я немножко не о том говорю. Я говорю о том, что если я государство, я заинтересован, чтобы на меня работали лучшие. Да. Если я понимаю, что такие люди, как вы, в бизнесе будут зарабатывать легко тысяч 20 долларов в месяц. Мы же знаем, сколько айтишники сегодня зарабатывают, талантливые ребята, да? Я должен сделать все, чтобы вы работали не в бизнесе, а у меня. Да. Логично? Да. Поэтому государство должно хорошо платить. Лучшие, чтобы шли туда. Да. Это правильно. Для того, чтобы переманить из бизнеса, потому что это конкуренция. Конечно, да. Но на сегодняшний момент все-таки в государственный сектор он не сможет дать такую заработную плату, которую будет давать бизнес. Только, возможно, на топ-позиции. А на более низовые назначения такой зарплаты просто не будет. И все равно ты будешь проигрывать. Здесь нужно перезапустить саму систему, для того, чтобы она начала по-другому работать. Если мы уберем с вами объем коррупции, который еще и сегодня объективно никуда не делся, то... Всем пенсионерам хватит. Абсолютно верно. Это хватит очень-очень многим. Но быстро это сделать пока не получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.